Всем добрый день, программа «Точка зрения» в эфире Большого Радио. Вместе с вами Елена Игоньна, за режиссёрским пультом Евгения Жукова. Я с удовольствием представлю наших гостей, прекрасных, очаровательных. У нас сегодня очень много интересного будет в эфире. Руководитель Центра поддержки и предпринимательства Мурманской области Виктория Тимонова. Добрый день. Добрый день. Психолог Катерина Мартыненко, участница ярмарки «Самозанятые 2023». Здравствуйте. Добрый день. И Елизавета Язапенко, лучший социальный проект года, детский аквацентр «Эбдосвимен». Здравствуйте. Я даже не знаю, с чего начинать, потому что и тут интересно, и тут интересно. Хорошо, давайте начнём от Центра поддержки и предпринимательства. Это ваши клиенты? Это наши клиенты. Всё, вот с этого и начнём. Напомню, что Центр поддержки и предпринимательства, основное направление – это обучающие мероприятия. И сегодня у нас в гостях как раз-таки участники, которые были и на обучающих мероприятиях, и на наших выставках. И в этом году наша первая выставка-ярмарка – это была ярмарка «Самозанятых». Мы её провели весной и анонсировали, что вторая будет уже осенью. Так, сейчас весна? Сейчас весна. Весна, точно весна. Это была зимняя весна, это, наверное, был какой-то март, скорее всего. Это было буквально недавно, 29-30 апреля. То есть мы по горячим следам сейчас будем делиться впечатлениями, как со стороны Центра и как со стороны нашей участницы. Да, тогда у меня сразу вопрос. Екатерина и Елизавета, вы давно сотрудничаете с Центром поддержки предпринимателей? За Центром Абдос-Вимник я вам скажу, что да. В мой бизнес я часто приезжаю, в том числе и Центр поддержки предпринимательства оказывает значимую поддержку и в обучающих семинарах, и в практикумах. Сотрудничаем плотно с 2020 года. С 2020 года. А вы, Екатерина? Нет, я недавно совсем, буквально с момента организации ярмарки, но я поняла, как это вообще здорово, какая-то поддержка для молодого предпринимателя, и планирую дальше очень активно тоже включаться. Хорошо, о Центре поддержки предпринимателей изначально. Ну, я поняла, что вам кто-то подсказал, или вы самостоятельно в соцсетях нашли, в интернете? В целом, поддержка предпринимателям сейчас активно популяризируется, это слышно, это видно, предприниматели разговаривают, в том числе между собой, и в мой бизнес приезжая любой сотрудник подскажет, куда направить с каждым проектом, куда лучше отдать документы, где можно получить поддержку, какие семинары и мероприятия лучше посетить для этого формата бизнеса. То есть все открыто, поэтому, да. Навигация прекрасная. Так, хорошо, раз мы сегодня львиную долю нашего времени посвятим социальному предпринимательству, тогда есть смысл уже, безусловно, представить свой бизнес нашим радиослушателям. Катерина, вы психолог? Да, я психолог, я работаю в гештальтподходе. Катерина, я знаю, что у вас маленький ребенок. Да. Да? До того, как вы стали самозанятой, вы тоже работали психологом? Скажем так, это долгий путь. Долгий путь, самостоятельный долгий путь. Да, но вот последние, наверное, полгода я как самозанятая и уже вот конкретно в частной практике работаю на себя. Вот этот выбор на сегодняшний день, он вас удовлетворяет, то есть вы понимаете, что есть куда развиваться, есть к чему стремиться, не без поддержки, конечно, Центра поддержки предпринимательства. Да, безусловно. Безусловно. И у вас тоже архиважное дело, я честно говорю, я только сегодня узнала, когда начала готовиться к программе, потому что, ну, ребенок большой и все это мимо меня прошло. У вас есть потрясающая совершенно для наших северных широт вещь, у вас есть бассейн, которым занимается с маленькими от двух месяцев и до семи лет, когда их можно уже передать на попечительство других бассейнов. Да, все верно. Это исходя из личного опыта была такая идея? Как вот, опять же, кто подсказал? Как сложилась эта идея? Да, как сложилась эта идея? Начали мы свой путь с 2019 года, то есть, открыв ИП, арендовали бассейны города и пригорода, то есть мы в основном были в Мурмошах в 2019. Занимались детками индивидуально и группы у нас были те же груднички от двух месяцев, то есть как только начинает ребенок держать голову, то есть шейные мышцы уже становятся более крепкими, уже можно начинать заниматься. Но случился коронавирус в 2020 году, бассейны закрылись. Будем проклят. И что-то нужно было делать, предпринимать, и, соответственно, было время написать бизнес-план, создать финансовую модель. В том числе обучение было, как создать бизнес-план такой, который легко реализовать и при помощи поддержки в том числе в Мурманской области. Далее вот эта идея вылилась на бумагу, и мы получили губернаторский стартап от нашего Мриби, тоже от мой бизнес-центра. Это и был тот самый старт, где мы решили уже открыть свой небольшой бассейнчик для занятий с грудничками, потому что точек, где проводить занятия индивидуально, нет в городе. Нету. Вы заняли нишу прямо нужную. Мы первый центр, да. Тот, который занимается именно индивидуально с грудничками от двух месяцев. О перспективах мы еще поговорим, о вашего бизнеса. И вот все дело в том, что здесь все сошлось, и социальное предпринимательство, и явная необходимость в предоставлении подобного рода услуг. Все дело в том, что, как я уже сказала до начала программы, у психологов сейчас прямо возрождение. Вы сейчас нужны, вы сейчас очень востребованы. И это не потому, что времена такие, просто культура, скажем так, социума, она тоже меняется. И, наконец-то, до граждан нашей страны, которые еще несколько лет, может быть, 10-15 назад полагали о том, что психолог – это блажь. Зазорно. Зазорно, да, у нас есть друг, я ему поплачусь жилетку. То сейчас эта традиция, она сломалась. И я вижу, и прямо с удовольствием отмечаю, что количество людей, которые понимают, что надо обращаться к специалисту. Друг – это прекрасно, это чудесно. Но друг не поможет, так как поможет специалист. Не тот результат будет. Не тот результат. И в связи с этим, раз уже перспектива вырисовалась, да, но вы именно в гештальт, в психологии гештальт. Это был ваш выбор, потому что в психологии много всяких разных. Да, это был мой осознанный выбор. Так получилось, что я сама в своей личной терапии нахожусь у гештальта-терапевта. И, соответственно, я на себе почувствовала, как это работает, как это здорово может изменять жизнь. И решила свою судьбу также связать с этой профессией, именно в этом подходе. Потому что, ну, я считаю, что это, правда, очень рабочий такой инструмент. Так, а социальный предприниматель, то есть категория психологов, она подходит под социальный предприниматель? Или все зависит от категории людей, с которыми будет работать? Совершенно верно, от категории людей, с которыми работает. Да, если мы говорим конкретно про получение гранта в дальнейшем, да, то самозанятые, к сожалению, пока на него претендовать не могут. Так, надо менять статус на ИП. Да, надо подрастать. Вот, сразу видите, хорошо, и сразу вас Виктория просветила. А что нужно делать, чтобы претендовать на грант? Потому что грантовая поддержка, это нужно. Я понимаю, что не все проблемы закрывают грантовая поддержка, но это такое хорошее подспорье. Она продолжается у нас из года в год. Помните, мы когда с вами встречались, вы говорили о том, что деньги, которые выделяются на грантовую поддержку, ну, их количество не уменьшается, а наоборот какая-то прогрессия существует. Сохраняется она этот год? Да, совершенно верно увеличивается прогрессия. Более того, да, первый раз у нас появилась грантовая поддержка социальных предприятий в 2021 году. В 2022 году она дополнилась еще категорией молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. То есть, да, помимо того, что увеличится и количество денег, увеличится и само количество и категории получателей поддержки. И вот если говорить об этом, да, то в прошлом году мы как раз-таки обучение проводили сразу для двух этих категорий. Столкнулись с тем, что это неправильно. Почему? Это совсем разные, да, начинающий предприниматель, у него другие запросы и другие цели. Он хочет понять, как написать бизнес-план, как сделать так, чтобы его бизнес не закрылся, да, через месяц, два, три и смело идти вперед. Вот опять же, да, грантовые деньги, они тоже завязаны на показателе, их необходимо исполнять. Социальный предприниматель, который уже доходит до этой мысли, что он готов помогать определенным категориям, это уже действующий, как правило, предприниматель. Он уже в целом понимает работу бизнеса, процессов. Конечно же, есть еще куда расти, да, чему учиться, но ему уже более интересна именно работа вот в социальном направлении, какие инструменты есть по развитию этого направления. А как вообще определяется категорийность социального предпринимательства? Я понимаю, допустим, здесь дети, да, просто раз и все, а вот в случае с психологией, на кого должен быть завязан тогда? Да, я поняла, смотрите, я прихватила сегодня целый список категорий. Но если я буду его вам зачитывать, то это будет долго. Ну, самые основные. Ну, смотрите, да, например, первая категория – это обеспечение занятости граждан, отнесенных с социально уязвимым, да, это инвалиды, одинокие, многодетные родители, выпускники детских домов, осужденные и беженцы, да, понимаем, малоимущие граждане. Вторая категория – это реализация товаров, произведенных данными категориями граждан. Третья категория – это когда сами граждане работают у этих предпринимателей и производят эти товары. И, соответственно, есть еще четвертая – это общественно полезные цели. Общественно полезные цели, вот, вот здесь как раз-таки, по-моему, все и соотносится. Да, 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 вот здесь даже могу дополнить, да, это вот деятельность по организации отдыха, оздоровления детей, деятельность по оказанию психолого-педагогических, да, самым первым идет, в сфере дошкольного образования, опять же, медицинской. Ну, вот, мне кажется, что… Список очень длинный, да, то есть с ним, в принципе, можно ознакомиться на сайте формап, потому что они непосредственно занимаются социальным направлением, и они же принимают документы на получение статуса социального предприятия, все подробно в отдельной вкладке у них на сайте есть. Да, я просто подумала о том, что психолог явно должен попасть под категорию социального предпринимательства, за исключением, когда идет психологическое исследование, соответственно, профиль работы, потому что это вот совсем другое. А здесь, послушайте, мы решаем проблемы социума, в конце концов, чтобы у нас люди были, ну, вот, не такие, там, как с дергающимся глазом, а в порядке сами с собой. Так, хорошо, вот здесь с перспективы мы обрисовали, вам надо менять статус, да? Да, очень странно было бы, что психолог не подходит под категорию социального предпринимательства. Согласна, согласна. Нелогично даже. Хорошо, ну, вот, допустим, что касается Елизаветы, подождите, вот вы сейчас в положении монополиста находитесь, да? Это здорово, это здорово, почему? Потому что, ну, вы первые вступили на этот путь, и вам сейчас, как говорится, все карты в руки. Насколько тяжело, сейчас я буду говорить языком предпринимать, масштабировать бизнес? Масштабировать в нашем случае тяжело, потому что мы ограничены санитарными правилами, где есть четко написано, что нам нельзя занимать определенную площадь, должны быть, допустим, запасной выход, центральный вход, должны быть окна, то есть расчет на одного ребенка по квадратуре. Санитарные правила мы соблюдаем, то есть это прям отчинаж. Ну, я думаю, что у вас люди с санэпидстанцией, они прям живут. Ну, и мы там тоже частые гости, потому что это и анализы воды постоянные, то есть контроль, 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 это безопасность деток, а мы за безопасное плавание, то есть у нас безопасно. Ну, я понимаю, что все-таки мысли о том, чтобы бизнес укропнить, масштабировать и, допустим, занять всевозможные позиции в других районах города, они есть. Конечно, мы планируем в каждом районе открыть подобный центр, потому что такой формат бизнеса изначально он предполагает, что мама выходит с коляской гулять с ребенком, она ничего с собой не взяла, она понимает, что ребенок у нее, допустим, проснется через 30 минут, звонит в наш центр и говорит, «Есть ли у вас ближайшее окошко, через 30 минут я к вам подойду на занятия». То есть в нашем центре, например, мамочке не нужно ни о чем думать, у нас есть все для ребенка, то есть начиная с тапочек на входе, а заканчивая полотенцами уже на выходе. То есть ничего брать с собой не нужно, это очень удобно. Для мам, которые, в принципе, они в декрете, они могут что-то забыть с собой, взять. То есть это норма. Сервис спа пятизвездного отеля в Дубае, судя по всему, так. С кем вы планируете работать? Я работаю со взрослыми, и на данный момент пока планирую продолжать работать, но у меня базовое психологическое образование, педагог-психолог, поэтому, может быть, повернется так судьба, что я и начну работать с детками, но пока работаю со взрослыми. — Много людей, которые сейчас, во-первых, осознали, что им нужна помощь психолога, и вот как вы сейчас оцениваете, скажем так, возможности свои личные в этом плане? — Слушайте, если брать про состояние в стране, то я очень рада, что наконец-то наше общество приходит к тому, что психология — это не зазорно, это не стыдно, это не значит, что ты псих ненормальный, это хорошее вложение в себя, в своё здоровое психологическое состояние. Я очень рада, что наша психологическая ассоциация устанавливает вот этот норматив, что мы стремимся к здоровому будущему нашему. Хочу такой момент расскажу. Недавно читала исследование в ЦИОМ, Всероссийские исследовательские центры общественного мнения, и там был интересный опрос касательно моей практики. По данным декабря 2022 года, опрос был среди молодёжи, по-моему, 19-29 лет, общее эмоциональное состояние вот о декабре 2022 года по сравнению с мартом 2022 года, критерий очень плохо увеличился на 36%. То есть вот за, там, сколько, чуть больше полугода у молодёжи общее эмоциональное состояние увеличилось вот в худшую сторону на 36%. Ну, это, конечно, безусловно, скажем так, наша проблема общая. Это, конечно, объяснимо, да. И я понимаю, что вот действительно здесь работа непочатый край, и как-то надо нормализовать состояние психическое. Ну, я даже не знаю, вот что тут сказать, к чему готовить. То есть он спокойный, ну, просто спокойно начинает воспринимать те риски, которые существуют в ней сегодняшнем. Да, это очень сложно. Хорошо, возвращаясь, что в этом году из, раз мы сегодня про социальное предпринимательство заговорили, я так понимаю, что какая-то первая грантовая история, она уже завершена, подача, да, или нет? Нет, первая грантовая история, и, в принципе, единственная, да, в этом году, она планируется на осень, точной даты пока нет, поэтому мы предварительно сейчас уже начинаем обучение. Стартует оно 25 мая, регистрация уже открыта на нашем сайте, можно подключаться, регистрироваться, проходить. И также, как озвучила ранее, да, поделено на две регистрации для молодых в возрасте до 25 лет и для социальных предприятий. То есть отдельно для каждого своя. Исходя из нескольких месяцев, что мы не виделись, ну, я, допустим, лично с вами, меняется ли, скажем так, портрет предпринимателя, я часто задаю этот вопрос, становится ли он моложе, или к вам уже сейчас стараются обращаться те, которые прошли первые ступени, уже работают, есть у вас какой-то срез? На самом деле аудитория очень разная, да, если говорить, становится ли он моложе, опять же, на примере ярмарки самозанятых, у нас в этом году был 15-летний участник, совсем юный. Это хороший мальчик. Да, это была девочка. Девочка, хорошая девочка, хорошая девочка. Она занимается вязанием мягких игрушек, уже принимает участие не в первой ярмарке нашей, это далеко не первая, да, вполне себя уверенно чувствует и ведёт. Также благодаря вот этому новому гранту, да, для молодых предпринимателей, которые в рамках нас проекта реализуются, тоже портрет становится чуть моложе. Хотя сейчас мы даже по комментариям заметили, что в принципе, в принципе, молодая, да, аудитория хочет и жаждет какого-то обучения, и когда мы написали, что до 25 лет, а почему мы хотим учиться? Да мы говорим, конечно же, приходите учиться, это мы вам про грант пишем, что до 25 лет. А так мы вас рады видеть. Поэтому тоже становится, наверное, как-то менее сомнением относиться к обучению, наоборот, стараются его брать максимально и в дальнейшем применять. Опять же, да, обучение, я не перестану повторять, это возможность здесь и сейчас найти новых клиентов, новых партнёров и каналы продажи, если вы уже действующий предприниматель или даже только-только начинаете. И мы это неоднократно видим на своих мероприятиях, как все общаются и как выходят уже даже с какими-то договорённостями, чуть ли не с контрактами, а с нашего обучения. Пошли контракты транснациональные. Давайте перерёмся на рекламу, а потом продолжим. Точка зрения продолжается, напомню о том, что сегодня мы разговариваем про социальное предпринимательство как от Центра поддержки предпринимательства, от руководителя Виктории Тимоновой, и, естественно, для людей, которые уже вклинились в эту систему и собираются вклиниться. Напомню, психолог Катерина Мартыненко и Елизавета Язапенко, лучший социальный проект года, детский аква-центр Абдосвимин. Мы с вами остановились на том, что на неких мероприятиях, которые уже планируются и которые уже проходят, раз вот прозвучало до 25 лет, и люди обижаются, а мы тоже хотим. Вы им говорите, да без проблем, просто перевалитесь в другую категорию. Точно подмезили. Но вот в этом году грантовая поддержка, она будет рассчитана на тех, кто до 25 лет, или те, кто уже перевалил за эту планку, для них тоже что-то переподелить. Да, давайте еще раз проговорим. Это две категории до 25 лет включительно, то есть, да, этот возраст подходит до 26, да, мы тогда понимаем, что это. Ну, по 25 включительно. Да, по 25 включительно. И для социальных предприятий там уже без ограничения по возрасту. Главное иметь статус социального предприятия, официально быть в реестре социальных предприятий. У них отдельный прям реестр? Отдельный, да, в налоговый отдельный реестр, в него можно попасть раз в год. В этом году уже прием заявлений закончился, и после 10 июля все, кто подал заявление и соответствует, да, по документам, они попадут в этот реестр. А вы ведете внутренний реестр свой, тех, кто стал просто предпринимателем, тех, кто стал социальными предпринимателями? В принципе, ввести его не нужно, он доступен на сайте налогового, его всегда можно выгрузить. В принципе, мы, да, знаем, понимаем, кто эти люди. Я просто в том плане, что вы выслужили, это ваше. Да, 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 естественно, поскольку фонд развития малого и среднего предпринимательства занимается именно выдачей этих грантов, то, конечно же, мы понимаем и видим, и знаем, кто именно социальные предприятия. И это же, да, и наша организация, фонд, принимает заявление. То есть мы видим, кто новичок, кто подтверждается и в каком состоянии сейчас находится, в принципе, статус социального предприятия. Понятно. Теперь, раз уж мы начали эту тему, затронули немножко в самом начале, вот я, Елизавета, поняла о том, что в Центре поддержки предпринимателей все структурировано. У вас есть человек, которому вы дорожку уже протоптали, и он вам крайне нужен и важен. А вы вот только, я так понимаю, что только впадаете вот под крыло, попадаете под крыло Центра поддержки предпринимательства, начиная вот с ярмарки, которая только что закончилась. Вы уже определили, что вам нужно из-под этих людей для себя? Да, я вот сейчас в процессе написания бизнес-проекта на подачу на грант и планирую подать документы на губернаторский стартап. А, старт, подождите, да, да, старт это тоже не наше слово, ну ладно, хорошо, мы не будем иронизировать по этому поводу, я надеюсь, что этот морг когда-нибудь пройдет, честное слово. Так, здесь история только начинающаяся, вам тоже прикрепили какого-то менеджера, как у вас вообще происходит? Давайте я расскажу. Да, давайте. У нас как раз-таки центр мой бизнес, он работает в режиме одного окна, то есть если еще даже мы не понимаем, и наш получатель поддержки не понимает, что он хочет получить, он приходит, попадает в фронт-офис. Наши уже специалисты выявляют более подробно, какой бизнес, на какой стадии, что необходимо, да, нашему клиенту, и перенаправляют уже в необходимое подразделение. Все наши подразделения, они выстроены так, чтобы максимально получатель поддержки мог собрать все бонусы от государства, да, главное, как и на моменте вот становления своего бизнеса, и тем самым снижая какие-то финансовые нагрузки. Это опять же грант, это обучение, вплоть до регистрации, да, в качестве индивидуального предпринимателя, с чего, в принципе, начинается. В дальнейшем уже дополнительные меры, это поддержка на рекламу, юридическое сопровождение, это вступление в центр кластерного развития и получение там определенного, да, пула какой-либо поддержки. И в итоге дальше для развития также можно воспользоваться средством микрозаймов. А когда люди выбирают для себя вид поддержки, нужно выбрать что-то одно или, возможно, получить помощь сразу по нескольким направлениям, допустим? Как раз и да. И юридическое сопровождение, и рекламное, и еще какое-то, да? Да. Здесь, да, можно получить несколько видов поддержки одновременно, в зависимости от того, что нужно в данный момент. И если мы говорим вот про юридическую маркетингу, например, в центре поддержки предпринимательства, она ограничивается суммой, да, то есть до 60 тысяч максимально. Соответственно, можно в пределах этой суммы взять несколько видов поддержки, либо же какой-то один, но на полную сумму. Но ничто не мешает в это же время податься на грант, податься на обучение, получить микрозайом и получить там в центре кластерного развития, например, сертификацию продукции, если она необходима. О, хорошо, это прям сразу целый пул вопросов у меня в голове созрел. Что вам в дне сегодняшнем нужно, как от социального предпринимателя, на что вы сейчас претендуете и что бы вы хотели по итогу, в каких номинациях получить желаемое? Ну, смотрите, статус социального предприятия мы получили в 2022 году, то есть подача документов тут же март-апрель, и документы на социальный грант были поданы вот в осенний период, и мы стали получателями этой поддержки. Это нам позволило не поднимать стоимость наших услуг на длительный период времени, то есть потому что инфляция имеет место быть, все-таки у нас очень такой расходный в материальном плане бизнес. Затратный. Да, затратный. И все растет, и нам действительно нужна была эта социальная поддержка, этот социальный грант. Мы остановили рост цен в нашем бассейне, и это позволило большим деткам, большим количеством деток прийти к нам оздоровиться, повысить иммунитет, и это замечательная поддержка. Как-то сомневается, никто не сомневается. Так, а вы, Екатерина, что бы вы хотели? Какую помощь? Ну, понятно, что на грант вы будете подаваться. Вот, как уже сказали, социальное предпринимательство, я уже немножко опоздала, я планирую на следующий год подаваться. В ближайшее время я буду подавать также документы на поддержку в рекламе, информационную поддержку, и пока вот, наверное, это все. Информационная поддержка. Послушайте, возвращаясь к информационной поддержке, ну, я понимаю, допустим, вы сидите ВКонтакте, да? Да, ВКонтакте. Все это есть. Вы где планируете рекламную? Там же, да? На этой же? Телеграм. Телеграм. Телеграм хорошо работает? Телеграм, да. Ну, мы его используем как свой инструмент для того, чтобы родители быстрее понимали, да, где есть свободное окошко, режим работы, то есть такой информационный бот. Да, почему я спросила, потому что, как ни крути, я не знаю, сейчас я задам этот вопрос, почему, потому что я все равно подавляющее количество реклам и объявлений, качественных, качественных язык, которые меня, допустим, интересуют и могут заинтриговать, это все равно то, что принадлежит сейчас запрещенной организации, не будем называть. Вы довольны тем, как отрабатывает социальная сеть ВКонтакте? ВКонтакте у нас тоже в основном как информационный такой вот сайт, да, назовем его так. Мы пользуемся сарафанным радио. Паства ваша набирается благодаря сарафанным радио. Мы не имеем затрат на рекламу как таковую, потому что родители говорят с родителями. Наша реклама – это детские площадки, театральные школы, кружки, это поликлиника. Родители общаются между собой, они говорят о нашей классной услуге, о том, что туда надо идти, потому что, потому что и потому что. Это здоровье, иммунитет и так далее по списку. — То есть это сарафан? — Просто Виктория напрягла, сейчас вычеркиваем, да, из рекламной поддержки, да. — Передаем другим начинающим предпринимателям. — Ну хорошо, вы же можете точно так же зайти в детские сады, в школы, нет, школы, отказать, поликлиники с рекламной продукцией буклетного вида, да. У них же есть там доски объявлений, ну, по согласованию, безусловно, хотя они тоже скажут, а ну-ка заплатите-ка нам, что-то вы у нас тут будете висеть, да? — Ни разу, никогда, никакой оплаты с нас никто не просил. Те же педиатры о нас знают, неврологи о нас знают, эндокринологи. То есть это всё благодаря тому же сарафану, когда мама с ребёнком приходит на приём к тому же педиатру и рассказывает о том, что у нас вот такие-то результаты, там, ножки стали ровнее, тонусы ушли и так далее, благодаря вот этому, вот этому, вот этому действия, мамины действия. Где вы плаваете? Мы плаваем вот здесь. — Вот, всё равно, не вычёркивай их из списка рекламной помощи, потому что всё равно нужно в самых разнообразных проявлениях. Вот сейчас люди, которые к вам уже пришли, вы сейчас где-то размещаетесь? — Да. — Размещаетесь? Там же, да, ВКонтакте размещаетесь? — Да, ВКонтакте. — Ну и, безусловно, опять же, тоже, наверное, сарафанное радио точно работает. — Да, в том числе. — В том числе. — Я, знаете, ещё хотела добавить, что не обязательно рассматривать какую-то конкретную площадку, потому что каждый клиент в любой сфере деятельности, он будет на любой площадке. Одноклассники, Абита. — Ник ночи будет упомянут, да? — Да, то есть люди есть везде. Просто каждая категория находится в одной или другой вот программе. — Да, тут не знаешь, кое-что ориентироваться. — Да, более того, если добавлять, то не нужно ориентироваться только, да, на электронные ресурсы. На самом деле, действительно, срабатывает, как правило, это комплекс мероприятий. Это тоже, да, та же реклама на радио, это на экранах. В поликлиниках также есть экраны, на которые можно запускать рекламу. И буклеты у нас тоже довольно-таки часто тоже печатают и пользуются, знают, да, по отре своего клиента и где их размещают. Это тоже работает. — Я еще хотела добавить, что есть портал НашСевер. Сейчас социальным предпринимателям, может быть, и предпринимателям 25 лет, я не знаю, Виктория, может быть, подскажет. Есть QR-код, который перенаправляет посетителя сразу напрямую на портал НашСевер, где вся информация о грантополучателе, то есть там вся поддержка, информация о том или ином бизнесе, в том числе отзывы. — Я так понимаю, что те, кто оставляет отзывы, еще имеют какую-то бонусную свою поддержку. — Совершенно верно, да. Они зарабатывают баллы и могут получать какой-то мерч от правительства. — А, мерч от правительства. Думаю, может быть, кэшбэк у вас какой-то уже. — Это, кстати, очень интересно. У нас посетители активно пользуются этим QR-кодом, переходя на этот сайт и зарабатывая баллы. — А, кстати, о мерче. Ну, я понимаю, что с точки зрения психологии тут с мерчем вообще ничего, наверное, не придумать. — Кроме какой-то сувенирки, да? — Вы ошибаетесь. — Ой, расскажите. — Я не буду раскрывать. — Все, не рассказывайте, не рассказывайте, да. Потому что здесь, мне кажется, можно много всяких маленьких, но очень приятных вещей. И, да, действительно, начиная от какой-то сувенирной продукции, заканчивая планируемым пока что производством собственным. Это трусики для плавания, потому что мы уже понимаем, какого качества они должны быть, что они должны удерживать, в каких местах быть плотнее. Потому что аварийные ситуации тоже часто бывают. — Ну, и хэштег туда прибейте, на севере Пути. — Поэтому, да, да, вот эта вот вся история, я думаю, что мы вплотную займемся в ближайшее время. — Надо же, региональные элементы все время, это же, ну, сейчас очень, знаете ли, дальновидное очень будет действовать. — Да, в том числе есть же обучение и как встать на площадку сетевиков, поэтому, да. — Ага, возвращаясь к перспективам, да, перспективам, вы сейчас довольны, как идет ваш бизнес? — Да, мы довольны, нам нужно просто масштабироваться. Пока что мы вот уже практически год ищем помещение, опять же, вот из-за неких ограничений по санитарным правилам. Я думаю, что все получится, вопрос времени. — А второй вопрос по значимости будет после нахождения помещения. — Специалисты? — Специалисты все есть. — Есть. — С тренерами немножечко тяжелее, но нам самая важная база — физкультура и спорт. Далее мы обучаем уже своей методике, методике осознанного погружения, когда никто насильно ребенка ни под воду не погрузит, ни в воду не попросит зайти. То есть все осознанно ребенком, даже с двух месяцев. То есть настолько интересная методика, когда тренер помогает ребенку самостоятельно погрузиться под воду. Когда он видит рефлексы, что ребенок готов. И когда мы видим, что проходит обучение по этой методике где-то в России, либо в онлайне, либо в офлайне, стараемся максимально направлять на это обучение наших тренеров. — Ну, я так поняла, что уже и предлагаются ресурсы для обучения этому далеко не самому простому делу. Изначально люди, которые приходят в грудничковое плавание, какое образование у них должно быть? Спортивное, педагогическое? — В нашем варианте это физкультура и спорт. Да, возможно, еще медицина в области акушерства. То есть это взаимосвязано. Мы же работаем с пострадовыми травмами, в том числе с неврологией. У нас много ходит деток-инвалидов, солнечных деток. То есть мы работаем с этими диагнозами, мы знаем, что с ними делать. Просто в данном ситуации родители нам должны помочь именно взять выписку из поликлиники о том, именно какой диагноз, противопоказания, чтобы тренер составил индивидуальную программу. У каждого ребенка индивидуальную программу. Есть базисные упражнения, да, но под каждого ребенка все равно своя программа. — Ну да, смотрите, вам все равно, наверное, судя по тому, что явно ваш бизнес будет востребован, да, поэтому надо специалистов-то про запас иметь точно. — Нам нужны еще специалисты, в том числе не только с базисным образованием, тут должна быть любовь к деткам. Это же бизнес по любви, вот в нашем случае это бизнес-романтика полная. — Какие хитрые, самые приятные себе забрали малышей, да. — Спасибо. Так, Катерина, вы сказали, что вы будете работать со взрослыми людьми. А могу ли я, допустим, спросить, над чем вы будете специализировать? Я понимаю, да, что гештальт, но там же тоже много самых разнообразных проявлений и так далее, и так далее. Вы как-то обособленно будете работать? Кто к вам может прийти там? Тот, который не понимает, что он хочет в каком-то стрессе, в какой-то депрессии. Это я очень такими некомпетентными сейчас терминами кидаюсь, потому что не в теме. — Слушайте, как ни странно, большее количество запросов, с которыми приходят люди, это низкая самооценка. Вот как бы ни казалось странным, да, в современном мире, в основном вот отсутствие какой-то своей самооценности, своей значимости. И вот это та проблема, с которой мы работаем с клиентами. — Серьезно? — Ну, не потому что у меня какой-то круг общения, нет, меня окружают, безусловно, в основном скромные люди, но я не думаю о том, что это низкая самооценка. Почему-то мне кажется, когда я выхожу на улицу, попадая в социум, наоборот, кажется, царица полей кукурузы, каждый первый человек, а это не так. — Нет, может быть, где-то в глубине души у каждого человека, у большинства вот есть такая вот проблема. Потому что те, кто приходят, они приходят именно с этой проблемой, ну, по крайней мере, ко мне. — Если человек благодаря вашей помощи понимает, как поднять его самооценку, это ключ в дальнейшем к чему? — Ой, смотрите, это хороший сотрудник, стабильный, да, это член семьи, который добрый, понимающий, любящий, это добродушный собеседник, друг, приятель. То есть это полноценный член общества, уверенный в себе, здоровый, морально, да, психологически счастливый человек. Человек непревзойденный, просто фантастическая скромность. Это же из вашего психологического анекдота. Так, у нас на времени-то не так много, оказывается, остается. Возвращаясь к Центру поддержки предпринимательства, так, про осень мы уже с вами поговорили. Лето, это у вас период затиши или нет, это просто полномерная работа с… — Совершенно верно, да, летом у нас работа тоже не останавливается, мы также будем проводить мероприятия, все их будем анонсировать в своей группе во Вконтакте, да, в Телеграм и на сайте. В принципе, осень, ой, осень, я уже далеко ушла, осень. Май у нас тоже не концентрируется на двух этих мероприятиях. Еще раз хотелось бы напомнить, что сейчас самое время всем, кто планирует получать грант осенью, прийти на обучение для молодых предпринимателей и для предприятий, имеющих социальный статус. Также в мае пройдет мероприятие для самозанятых, тех, кто хочет стать самозанятым или вот только-только стал, но еще не совсем ориентируется, как работать в этом статусе. И также пройдет тренинг у нас по юридическим аспектам и налогообложения, тоже разобраться с этими вопросами, помогут приглашенные эксперты, наши региональные ответят на все вопросы. Вот при такой многогранной и всемирной поддержке, которая сейчас оказывается молодым предпринимателем и самозанятым, этого нельзя отрицать. В общем и целом, предпринимательский климат, давайте брать наш регион, как вам кажется, он меняется? Меняется в какую сторону? Насколько он меняется, наверное, сейчас сложно судить, потому что все равно еще постковидный этап, но мы тем не менее видим, что предприятия не открываются, направления тоже совершенно разные. Где-то это и туристическая область в определенных, опять же, наших муниципалитетах. У нас это также и большое количество услуг, и это также идет и в производство, хоть это не те крупные производства, о которых мы мечтаем, но тем не менее они тоже есть. И на самом деле, опять же, говоря о том, что мы популяризируем эти меры поддержки, какие-то страхи и риски все равно у людей снимаются, и они максимально пытаются воспользоваться этой поддержкой, чтобы не сидеть и ждать, да, какого-то момента, ну вот когда-нибудь откроешься, откроешься именно сейчас, вот пока есть идея. И опять же, да, 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 и говоря о поддержке, она же не ограничивается только нашим центром и бизнес, а также можно обратиться в центр социальной помощи населения, там есть соцконтракт 350 тысяч рублей, да, это тоже для старта дело. Можно обратиться в центр занятости населения, получить там грант муниципальный, в этом году у нас не выделены по муниципальным образованиям, да, гранты, но тем не менее, вот ранее была тоже такая поддержка, можно было получить грант, и в Мурманске, кстати, он есть в этом году. Также это центр экспорта, это комитет по туризму, да, то есть она всесторонняя, и просто глобальная поддержка, и правильно, опять же, выстроив последовательность своих шагов, понимая, к кому, когда и куда обратиться, чем, да, мы и занимаемся постоянно консультируя, получается вполне успешный путь и успешный бизнес. — Да, но я понимаю, что у вас все равно какая-то конкурсная основа есть, да, люди, которые претендуют на получение денег, они соревнуются. — Их больше, к сожалению, да, чем денег. — Почему к сожалению? — А, чем денег, чем денег, их больше, да. — К сожалению, что им не всем хватит денег, но, к счастью, да, что количество большое предпринимателей — это да. — А не случались ли печальные истории, когда человек, казалось бы, очень хорошо продвинулся по всем предварительным этапам, даже получил грант, а ничего не получилось по итогу? — Таких ситуаций… — Или здесь уже ваша обязанность, ответственность, вы не допускаете такого? — Совершенно верно, да, это решение принимает комиссия, все проекты рассматриваются тщательно и оцениваются тщательно, и, конечно же, бывают проекты из ряда фантазий, когда получится, вот я написала, и все будет так. Конечно же, ведется беседа, какие-то дополнительные вопросы, да, если необходимо выявить, да, почему вы так решили, почему вы так посчитали, да, то есть это работа специалистов. Понять, погрузиться в проект, конечно, максимально детально, да, когда возьмем губернаторские старты, там 200 заявок, во все детали просто, да, невозможно погрузиться, но, тем не менее, это длительное решение, но тоже бывают ситуации, когда что-то не просчитали, что-то не учли, опять же, все это выносится на комиссию, да, и смотрится, насколько эта проблема решаема, то есть у нас нет задачи, да, забрать у всех. Ну, конечно, да. То есть все, опять же, это оценивается, рассматривается, и уже в самом-самом каком-то крайнем случае, бывает совсем мало, принимается решение о возврате субсидий. Угу. Ну, как будто ни было, если, допустим, не получается, например, получить самые там большие знаки, такие крупные там гранты и так далее, и так далее, в любом случае можно рассчитывать на помощь нового плана, про который вы уже говорили. Да, верно, верно, да. Здесь она гарантированная помощь и поддержка. Где-то тоже идет на конкурсной основе, да, где-то, вот как у нас, например, именно услуга софинансирования, она гарантированная, да, то есть до тех пор, пока у нас есть средства, можно подать заявление и получить эту поддержку. Угу. Я не буду спрашивать про деньги, кто сколько зарабатывает, потому что это нехорошо и неправильно, хотя любопытно, не сколько денег, а, скажем так, что для вас является понятием успешного бизнеса? Прибыльность, самоокупаемость? Успешный бизнес в данном случае в том, что, во-первых, мы стараемся максимальное количество деток все-таки оздоровить, это раз. Два, это новые рабочие места, потому что не каждый тренер, допустим, пойдет в воду работать с грудничками. Мы обучаем, это новое, это свежее, это новые рабочие места, потому что вот создав наш проект, у нас получилось 6 штатных единиц новых абсолютно с нуля, и, ну, еще несколько внештатников, которые вот уже действующие там, тот же инженер, медицинская сестра, да, кто у нас вне штата. Мы больше действительно про полезное, про социальное, то есть тут мы не говорим о какой-то огромной прибыли, а прибыль, она в данном случае идет на то же самое масштабирование, чтобы еще больше деток получили возможность поплавать, позаниматься, то есть вот в этом смысл. — Штат доволен зарплатами? — Я думаю, да. — Я думаю, да. — Хорошо. А что для вас понятие успешного бизнеса? — Вот я поддержу Елизавету, да, у меня тоже в глобальных планах-то в будущем тоже открыть свой центр, потому что у меня на всех не хватит, да. — Конечно, да, рано или поздно. — Как мы говорили раньше про любовь к бизнесу, да, к своей работе, как бы ты ни любил, есть какой-то человеческий ресурс, да, поэтому тоже в планах какое-то масштабирование, охватывать большее количество населения, да, чтобы у каждого была возможность прийти в удобное ему время, в удобное место и получить ту психологическую помощь, которая ему нужна в данный момент. — Таким образом, в лучшую сторону, меняя психологический климат в регионе. — Да. — Я научилась говорить этим языком, да, я долго старалась, наконец-то у меня начало получаться. Спасибо вам огромное. — Безусловно, я хочу вам пожелать, чтобы у вас всё получилось, чтобы те задачи, которые вы для себя поставили, они были выполнены и с удовольствием для вас. Пусть будет прибыль, она должна быть. Вам пытливых, надёжных, и вот, ну вот, все ваши цели тоже пусть будут обеспечены вашей же работой. — Спасибо. — Приходите к нам почаще, с вами всегда очень интересно. — Спасибо. — До новых встреч. — Спасибо. — Спасибо.